Любовь похожая на сон! Миллионы рублей. Миллионы рублей? А вот это весь инвентарь Вельки. А я тут это, пришёл на твою рубрику, в общем спрашиваю, что хочешь. Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня мы узнаем, сколько же стоит инвентарь у ютубера Вели. Обязательно ставьте лайк, пишите любой хороший комментарий и подписывайтесь на мой канал. Ну что же, а мы начинаем. Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня я не один. О, дорог, Кента пока! О, Веля, привет, ты что тут делаешь? А я тут это, пришёл на твою рубрику, в общем спрашивай, что хочешь. Давай пока, о, я смотрю у тебя такой замечательный, красивый АКР, не бойся, Статрек, а откуда ты его взял? Рассказывай. Ну слушай, я этот АКР, Трэжер Хантер Статрек скрафтил, просто взял и скрафтил, мне повезло. Статрек? Статрек, да! Статрек скрафтил? Он стоит безумные бабки. Офигеть, офигеть. Блин, слушай, ну ты жёсткий. Опа-на! Блин, у меня такого нету. Юз Дженисис, бро, Юз Дженисис, и я его решил купить, когда он наконец-то подешевел, потому что по начальной закупочной цены он был очень дорогой. Он такой, типа, ладно, подешевел, взял, купил, типа, почему? Он очень красивый. И за сколько ты его купил? А, за 7 тысяч голды. А, так это вполне нормально, он сейчас стоит 6, если я не ошибаюсь. Да, но у меня есть ещё одно. Один козырь в рукаве, смотри. Так, смотрим, смотрим. Ум, это же керамбит голды. Откуда? Угу, да ты что? Блин, ну ты жёсткий. Я когда запустил стрим, я думаю, блин, а почему бы мне не купить керамбит голды? Керамбит голда. И такой заходит, такой подписчик и говорит, ля, продам за 24 тысячи голды. Ну я, ооо, у тебя тоже есть. Да, да, смотри, какой у меня большой керамбит голд. Угу, нормально, нормально, нормально. Вот, а также у меня есть ещё AVM Sport V2. Давай, 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 показывай. Пойдём, а, нормально, пойдём, сейчас. Блин, Веля, у меня нет таких скинов, слышу, у тебя инвентарь круче, чем у меня, или что? AVM Sport V2. Вау. Самый любимый AVM. А ну дай подержать в руках. А вот, лавил. Блин. А, нельзя, это же это, не тот ра. Ладно, понятно, ну, как-нибудь это, покажу. Вот, и с него я делаю прекрасный хэдшот и громад. А ну, давай, попробуй меня ноу-зума убить. А мы сейчас, ребят, проверим, рубрика скилл от Вели. Давай, ноу-зумом убей, давай. Подожди, у меня типа сонца большая, всё. Я буду на месте стоять, давай, Вель. Давай, сейчас. Мы всё обрежем, мы всё обрежем. Попадай мне в голову, давай. Ой-ёй. Всё, подожди. Давай. Светлю ты ноу-зум сейчас. Да, блин, почему? Нормально, мы всё это обрежем. О, всё, нормально, видишь, победа, победа. Я с первого раза бил, ребят, вы заметили, блин, ну это легендарный. Рубрика ответы на вопросы. Почему ты решил стать ютубером? Потому что я, наверное, с шести лет на сцене выступаю. Вот так вот. Да? На какой сцене? Ну, допустим, там типа в детском саду, типа, кто расскажет стишок? Я такой, я расскажу. И вышел такой рассказал. Вот, да, там типа в школе, там типа я всегда выступал, там стихи рассказывал. Пел даже, прикинь, пока у меня ещё голос не поломался. А ну, а ну, спой нам что-то. Ты говорил, у тебя хорошая шумоизоляция. Кажись, я знаю, о чем будет новый канал. Из 2012 года я создавал каналы и пытался пробиться. Ну, вот, недавно пробился как-то. Кого с ютубером ты смотришь? Так, давай скажу. Это, во-первых, Сней. Да, это Тик-Так, это однозначно. Это Кентуха-братуха, конечно. Ты чё, как же без тебя? Я уже не мог бы не перезаписывать. Вот, ну и вроде бы всё. Ну и про Казника ещё иногда посматриваю, почему бы и нет. Слушай, я знаю, что у тебя был клип по... Почему? По Фортнайту. Да, да. И такой вопрос. Когда? Давай, инсайд. Когда будет клип по стенд-оффу? Когда будет клип по стенд-оффу? Я думаю, что это будет где-то в сентябре. Опа! Исайдик. Потому что нужно все свои проекты завершить. Ништяк, ништяк. Ну, мы, короче, будем ждать обязательно. Чем ты занимаешься в реальной жизни? Я снимаю ролики на ютубе. Это моя работа. У меня нет реально жизни. Нет у меня реальной жизни. У меня только типа вот я ютубер, я всегда. То есть я, получается, просыпаюсь, чекаю статистику, еду на студию, снимаю ролики, стримы, еду обратно домой, сплю, просыпаюсь, чекаю статистику, еду на студию, делаю ролики, стримы, сплю. Ну, короче, вот так вот. Блин, слушай, ну ты жесткий прям. Ну, а чем ты занимаешься в свободное время, если оно у тебя хотя бы хоть когда-то есть? Вот, наверное, в свободное время я сплю побольше. Вот так вот. Ты, короче, как медведь, чисто работаешь и чисто спишь, да? Да. Да, чисто работаю, чисто сплю и между этим иногда я тебе покушаю. Слушай, я видел, вот я прям неоднократно видел, постоянно ты открываешь просто тонны кейсов, и у меня такой вопрос, сколько ты задонатил в Стэнд оф 2? Ну, примерно, примерно. Я говорю точную цифру. Тебе сказать, в общем, сколько я задонатил? В общем, да, да, в общем. Ну, где-то в районе полмиллиона рублей. Миллиона рублей? Полмиллиона. То почему именно Веля? Потому что моя фамилия Велегорский. Возвали канал Самая Гриза, вот, вместе. И у нас канал назывался Велегорский. Все зрители, которые у меня были, это было 5 человек. У-у-у-у. Вот, звали меня Веля, сокращенно, потому что, ну, Велегорский это очень... Веля когда-то был непопулярен. Оу, инсайт. Оу май. Я помню свои первые 10 зрителей на Ютубе. Я так просто радовался. Три дейс лейтера. Еще всем подписчикам очень интересно, когда будет обновление 0.11.0. Я знаю, что ты не знаешь точные даты, ну, примерно. Вот как ты предполагаешь, когда? Когда я общался с околоразрабом Джампером, он мне сказал, что они даже не принимались, типа, ну, тестировать билд. Вот, вот только набирают группу тестировщиков. Я думаю, что, ну, такое огромное обновление. Тестить минимум месяц и фиксить все баги. Поэтому думаю, что где-то или, ну, в начале сентября это прям, ну, самое то, я думаю. Тысячи школьников смотрят, вот прям смотрят твои глаза с очками и спрашивают. Веля, как стать популярным? Как? В чем секрет, Веля? Ой. Смотри. Короче, рассказываю всем ребятам, которые спрашивают, как там набрать подписчиков, как стать популярными. Нужно всегда удивлять своего зрителя. Я думал, ты скажешь, надо позвать Рому Гриса. Не, просто удивлять своего зрителя в плане, что, вот, допустим, сейчас никого там не удивишь, если я открою там 100 кейсов, 300 кейсов, ну, сейчас никого не удивишь. А вот, допустим, типа, турниры по Stand of 2, это да, типа, это вау, киберспорт, Stand of 2, это интересно, это хайпово, типа, вот. Удивляй, чтобы зритель после этого просмотра сделал так. Нифига себе. Вот это так и можно было сделать. Веля, а кем ты себя видишь в будущем? Вот, честное слово, я не знаю, потому что знаю, вот, вот, жизнь ютубера, она, ну, просто непредсказуемая. И ты не знаешь, чем ты будешь дальше заниматься абсолютно. Вот, допустим, я был там раньше просто стримером. Ну, я даже видосики не делал и не знал, как это делается. Вот, а потом стал делать видосики. А потом стал совмещать видосики со стримами. А, может быть, дальше я там буду каким-нибудь комментатором киберспортивных дисциплин. Проверим, насколько ты силен, потому что я смотрел твои стримы, твои видео, но ты прям нагибатор в Сеарусе. Вот мне просто интересно проверить, насколько ты силен. Опа. А, у меня дробовик был. Ща, ща подожди. А, а, то есть вообще виноват именно дробовик. Ну, окей, давай, давай. Давай, смотри. Ой-ой-ой. Так, я вижу. Ну, давай, сейчас посмотрим, что-то. На что ты способен? Нет, ну ты куда в спину нельзя стрелять? Ну, Веля. Так, короче, Веля, ты счет меня побеждаешь, но счет мне это вообще не нравится. Я тебе говорю, дуэль будет по-любому, сто процентов. Не, ну ты прям меня оскорбляешь. Типа, дуэль сто процентов. Пощаны, кто согласен, хэштег Велик выходи на дуэль. Да, типа, Веля несцы, давай так. Давай, давай, Веля несцы. Это как я запускал хэштег про Ники. Так, ладно. Кстати, вот Ники не выходят на связь. Ники, давайте, короче, Веля несцы. И второй хэштег Ники несцы. Вот против двоих сразу выйду. Ребятки, набираем пятька лайков, и я снимаю против Вели дуэль. Лайк, подписка с колокольчиком, комментарии, соцсети, подписывайтесь. Да, да, да. Лайк плюс подписка равно большая риска. А, пацаны, пять тысяч лайков. Подписка с колокольчиком. На кем ДПК сто процентов. Все, давайте. Ссылочка на канал Вели будет в описании. Ага. А вот это весь инвентарь Вельки. Смотрим. Керамбиты Голд, АВМ Генезис, куча сеттреков, АВМ Спорт В2. Все как положено. Куча аркан, куча легендарок, куча голды на счету. Все как надо. Ну что же, прямо сейчас мы узнаем, сколько же стоит инвентарь Вели. У Вели очень большой инвентарь. Инвентарь я очень долго считал. Поэтому, ребят, ну, с вас лайк, подписка обязательно. Так, ну что же. Вот сами цифры. Я их считал. И в итоге вышел вот такой вот результат. Инвентарь Вели стоит 82 252 голды. Довольно-таки дорогой и крутой инвентарь. Но, к сожалению, не самый дорогой инвентарь в нашей рубрике. Но вы, мои уважаемые подписчики, обязательно поставьте лайк, если вам понравилась подобная рубрика. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И напишите в комментариях, кого пригласить следующего. С вами был ваш Кент. Это пока, всем удачи и всем пока. Пока-пока.